Значит, сейчас в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, приехали сотрудники ДБР, в котором я испытываю уважение. Оперативные работники, правильно? Спасибо, ребята. И приехал следователь Генеральной прокуратуры, который сейчас вручает повестку Дорофеевой по статье адвокат тоже здесь. Здесь какая статья? 436 со значком 1. А это распространение коммунистической символики. И точно так же меня приглашают 30 числа тоже в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля. Так вот, вся эта история, ребята, она развернулась, помните, возле вот этой шапки. Шапки с символикой. И, ребята, наверное, вы эту историю и знаете. Так же ж, да? Когда я рядом со своим тренером сделал видео, в котором говорил о Советской Армии, о своем отношении к их подвигам. Самое интересное, что повестку хотят вручить и моему тренеру по боксу. Правильно, насколько я понимаю? Валентину Куцу. Так вот, смотрите, ребята, за то, что я в спортзале одел вот так вот на себя вот эту шапку, я, кстати, с ней езжу постоянно, потому что она дорога мне как память. Это мое уважительное отношение к воинам Красной Армии, победившей фашизм. Вот за это сегодня присутствующим в спортклубе вручают повестки и приглашают в Генеральную прокуратуру. Итак, я хочу заметить, следователь Генеральной прокуратуры, Главного офиса Генеральной прокуратуры и три оперативника службы ДБР тоже Главного офиса приехали по поводу этой шапки. Вот такая сегодня цена у нас позиции и вот такое отношение нашего государства непосредственно к нашей истории. В общем, хочу сказать, я готов понести за это наказание, я готов отвечать перед законом, я буду горд находиться в суде по такому обвинению. Вот такая история. Я думаю, что здесь все офицеры и каждый меня прекрасно понимают, еще раз говорю, мой дед герой Советского Союза, я чтил, уважаю и буду всегда стоять на своих позициях уважение к нашему героическому, победоносному прошлому. Вот такая история. А сколько клубку не видится, а конец все равно будет. Рано или поздно, правда и справедливость, она восторжествует. Здоровый смысл, глуст, он все равно победит. Спасибо большое.